На самом деле, если посмотреть все русские нарративы за последние 20 лет, они всегда себе противоречны. То есть найти там логику, конечно же, особенно человеку с социо-гуманитарным образованием очень сложно, потому что соединить в одном месте Петра I, Ленина, Сталина, Николая II и русских царей, то есть на самом деле уже на этапе соединения Российской империи и Советской империи становится несколько некомфортно, потому что тот же Ленин и большевики расстреляли ту же царскую семью, и поэтому иконы со Сталиным и Николаем II выглядят в одном месте как-то очень странно. В случае Петра I тоже интересно, потому что в то время, например, тот же юг Украины, и Крым был нет под властью ни Российской империи, ни Украины, и то есть какие тогда исторические претензии на эти земли. Это такое жонглирование фактами людьми, которые не имеют профильного образования, и это очень свойственно политикам, но, конечно, Владимир Путин вывел это на какой-то качественно новый уровень, и которые, ну, на самом деле 20 лет на это было очень смешно смотреть, с одной стороны, но сейчас мы видим, что то, что нам кажется смешным в обществе от некоторых политиков, по своим последствиям может иметь ужасающие последствия. И это нам урок на будущее, что не нужно недооценивать некоторые странные идеи из уст определенных политиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!